Прошло уже два года с момента авустовских событий, и мы видим, что в скором времени пройдут очередные выборы президентские. В принципе, государственность Южно-Осетинская приобретает все более и более зримые очертания. Какова проблемная зона развития Южной Осетии? Скажем так, негативные публикации, которые мы читаем в российских СМИ, они по большому счету ни о чем. Это общее отдаленное умозрительное рассуждение о том, что делается не так, может быть, даже человеком, которым никогда там и не было, ни в Схенвале, ни в Южной Осетии. В чем для вас состоит проблемная зона? То есть, какие задачи нужно решить для того, чтобы поступать на развитие республики, было более зримым? Многие знают, что последние два десятка лет, с начала 90-х годов, Южная Осетия пережила три войны, пережила экономические блокады, пережила международную изоляцию, непризнанный статус. И в результате этих войн экономики Южной Осетии был нанесен колоссальный ущерб. Несмотря на то, что наша республика достаточно мала, этот ущерб исчислялся, я видел такие расчеты, был знакомый с расчетами, исчислялся в миллиардах долларов. Это с начала 90-х годов. В отличие от других конфликтов, там того же Нагорного Карабаха, где боевые действия происходили как на территории, собственно, Нагорного Карабаха, так и на территории азербайджанских районов, которые административно не входили в Нагорный Карабах. В Южной Осетии всегда военные действия происходили только лишь на территории Южной Осетии. И считать, что за эти два года все отстроится достаточно быстро, это, конечно, наивно. Согласно международным договоренностям, российские пограничники постепенно берут под охрану Юго-Остинскую границу. И вот буквально на днях были открыты два пограничных городка Южной Осетии. И в этом смысле, конечно, ситуация поменялась. То есть осетины могут свободно передвигаться по территории своей республики, свободно посещать Россию. Вся территория Южной Осетии контролируется официальными властями республики. И учитывая еще вдобавок ту колоссальную экономическую помощь, которую оказывает Россия в деле восстановления Южной Осетии, конечно, ситуация поменялась кардинально. Сейчас Южная Осетия и Российская Федерация восстанавливают коммуникации, восстанавливают экономический потенциал, строятся дороги, был построен газопровод, строятся линии электропередач. И, конечно, вот эти моменты, они, может быть, не оказывают непосредственно на сегодняшний день влияние на жизнь граждан республики, но они окажут влияние на экономики республики в самое непосредственно в ближайшее время, то есть в ближайшие годы. И в этом смысле вот этот вопрос, этот момент надо учитывать. Но есть, конечно, и отрицательная сторона. Это тот факт, что жилой фонд, который пострадал в результате августовских событий, и, к сожалению, увы, он до сих пор не был восстановлен. И именно этот момент, конечно же, влияет на... Вызывает, да, вопросы. Вызывает большее раздражение, вызывает вопросы. Эти деньги, скажем так, были разворованы. Ну, другого слова я подобрать не могу. Этот факт, конечно, вызывает определенные вопросы. И в основном вот те негативные публикации, которые... Ну, они этому посвящены. Да, они посвящены этому. Причины можно искать, как бы, сколько угодно. И сложно сказать, кто. Ну, то есть, лично мое мнение в том, что эти деньги были разворованы, и, конечно, все-таки виноват руководство Южной Осетии. Сейчас те дома, которые должны были быть восстановлены к зиме прошлого года, вот недавно выступал президент республики какой-то, и он обещал восстановить их до Нового года, уже этого года, но уже, естественно, за счет бюджетных средств Южной Осетии, не за счет тех средств, которые непосредственно выделялись на это дело. А каким вам видится будущее Южной Осетии? Вот тот образ, к которому нужно стремиться. С точки зрения, допустим, что это будет? Республика, ориентированная на, допустим, туризм. Ну, дай бог, когда она станет благословенной временем мира, и, допустим, отношения между, дай бог, Россией, Грузией и Южной Осетии нормализуются и будут партнерскими, по крайней мере. Или какой-то тренд в развитии республики, с вашей точки зрения, был бы оптимальным. Мне кажется, тоже очень важный вопрос. Да, согласен. Это важный вопрос. Во-первых, нужно дать ответ на вопрос, который каждый гражданин Южной Осетии ставит перед собой. В качестве какого субъекта он видит будущее своей Родины? В качестве ли независимого государства? Либо в качестве субъекта Российской Федерации? То есть в качестве субъекта Единой Осетии в составе Российской Федерации? То есть эти вопросы ставит перед собой каждая стена. Конечно, у каждого есть свои ответы. Происходит процесс создания, формирования, совершенствования независимого государства на данном этапе. И есть определенные мысли даже по этому поводу. В качестве какого государства, какова будет внешняя политика, внутренняя политика этого государства. На мой взгляд, идеальным выходом из ситуации было бы, если бы Южная Осетия стала наряду с Россией и Белоруссией вошла в состав Союзного государства. К сожалению, есть тоже объективные причины, которые препятствуют этому. Это непризнанность Южной Осетии со стороны одного из субъектов Союзного государства Белоруссии. Поэтому об этом тоже говорить пока не приходится. Но именно в политическом плане я все-таки надеюсь на то, что признание со стороны Белоруссии будет, и Южная Осетия войдет все-таки в состав Союзного государства. То, что касается потенциала, я бы хотел подчеркнуть, что в советское время Южная Осетия в основном не была дотационным регионом в составе Грузинской ССР. То есть были моменты, когда там происходили какие-то большие стройки, там строились какие-то предприятия, и в эти моменты Южная Осетия становилась в какой-то период дотационным регионом. Но в основном Южная Осетия обеспечивала продуктами питания, да, это был сельскохозяйственный регион, аграрный регион, но она обеспечивала питанием практически мясом, сельхозпродукцией, продуктами питания. Всю Восточную Грузию. В перспективе, я думаю, что Южная Осетия выйдет на такой уровень, что она будет обеспечивать себя сама. Тем более, что рано или поздно заработает вот этот транзитный потенциал, который есть у Южной Осетии. Я думаю, что рано или поздно ситуация в Грузии тоже изменится. И когда на полную мощность заработает вот этот транзитный потенциал, будет совершенно другая картина. И, кстати, вот те коммуникации, которые сейчас при помощи России восстанавливаются, они будут служить не только экономике Южной Осетии, но будут служить также экономике Юга России. Спасибо, Олег, огромное Вам. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча в этой редакции и надеюсь на то, что наше сотрудничество продолжается. Спасибо. 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 Спасибо.